Учитель в скайпе, классный дневник и журнал в компьютере. Скоро это будет реальностью. Учителя уже сейчас выкладывают учебные материалы, домашние задания в сеть. Основной образовательной платформой в крае выбрали систему сетевой регион образования. Школы намерены проводить занятия в форме вебинаров для гуманитарных предметов в виде графических задач для точных наук. Домашнее задание никто не отменял. Он может выполнить это домашнее задание любым способом. Создать также файл, либо написать на любой бумаге или в тетрадке, сфотографировать и в ответ на письмо учителю прикрепить этот файл и отправить на проверку. На Волтайском лицее номер 8 образовательную программу решили скомбинировать. Различные теоретические материалы, тренажеры и тестирование. В рамках данной темы предполагается еще две видеоконсультации. В электронном виде представлена тема урока, учебник, домашние задания, промежуточные и итоговые тесты. Но такой формат подходит для городских, либо крупных районных школ, где есть доступ в интернет. Для сельских все гораздо сложнее. На селекторном совещании с директорами школ звучали предложения о раздаче задания по телефону, либо подвозить детей в ближайшие школы, где выход в интернет возможен. На сегодня к сети подключены 226 школ, а свыше 600 работают оффлайн и ждут очереди в мир глобализации. Но нам предстоит еще достаточно большая работа. А именно, в 2020 году нам необходимо подключить будет 274 образовательных организаций и в 2021 году – 332. Учиться в новых условиях, пока не совсем понятных, для многих предстоит до 12 апреля. И то, если каникулы из-за коронавируса не продлят. Оценить качество такого обучения пока никто не решается, ведь подобные впервые. Известно, что родителям школьников предлагают подписать заявление о переводе на дистанционное обучение. Многих возмутил в нем пункт о том, что освоение образовательной программы родитель берет на себя. Взрослые полагают, чиновники из школы ответственность за качество образования перекладывают на плечи родителей. Если у родителей нет возможности так или иначе сопровождать своего ребенка в формате дистанционного образования, школы работают в штатном режиме, все учителя находятся на рабочем месте. И поэтому, если у ребенка нет условий, школа создаст эти условия на своей базе. Учительское сообщество не исключает, что первое время на удаленке возникнет немало сложностей. Но постепенно процесс удастся наладить. Правда, как скоро это случится – большой вопрос. Ведь многим школам придется впервые столкнуться с дистанционными технологиями. Да и многие учителя, особенно пенсионного возраста, признаются, что уроки онлайн для них сродни полету в космос. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...